Подготовка к выборам президента в Приморье началась еще весной прошлого года, отмечают в экспертном сообществе, и достигла своего апогея осенью, когда с поста губернатора ушел Владимир Миклушевский и случилось обнуление всех политических конфликтов в крае. Представители новой администрации выбрали политику равноудаленности в отношениях с политическими акторами региона, что позволило включить их в процесс подготовки края к выборам президента. Нормализация политических процессов позволит привлечь к выборам те муниципальные образования, которые считались проблемными территориями, а значит показывали на выборах низкую явку. Что мы видим на уровне президентских выборов? Мы видим, что есть новые кандидаты. Понятно, что большинство из этих кандидатов, оно даже не готово становиться политическими акторами. То есть там используют данную президентскую кампанию для своих локальных целей. По мнению экспертов, пока не ясно, насколько отдельные кандидаты знакомы с особенностями нашего региона. Их штабы не проявляют здесь никакой активности. Такими, считают политологи, являются штабы Ксении Собчак, Максима Сурайкина и Сергея Бабурина. Активные Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Борис Титов и Павел Грудинин. Несомненным успехом кампании можно считать дистанцирование Владимира Путина от «Единой России» и ОНФ. Действующий президент участвует в выборах в качестве самого движенца. Из года в год, из цикла в цикл, выше 60% явка на президентских выборах в Приморском крае. Вот сейчас вроде как идут разговоры о том, чтобы она была еще чуть-чуть повыше. Ну вот будет явка не 62, а 67. И что? Как изменится от этого жизнь жителей Приморского края? Между тем, именно уровень явки и кандидат, который займет второе место в Приморье, две главные интриги предстоящих выборов. Популяризации дня голосования способствуют социальные сети, а также новшество, например, возможность проголосовать по месту нахождения или конкурс фото на выборах, который предложили в Кремле, чтобы повысить явку избирателей. В день выборов на каждом избирательном участке можно будет сделать селфи, выложить снимок в социальные сети и получить призы. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.